Приветствую на канале Реабилитация по Давидову. Снова вынужден вернуться к теме остеохондроза. Вокруг данной патологии позвоночника сформировалось множество различных мифов, легенд, спекуляций и злоупотреблений. Сейчас уже дошло до того, что остеохондроз вообще стали называть выдуманной болезнью и что сам остеохондроз никакого клинического значения не имеет. Причем самым весомым аргументом, как думают борцы со стеохондрозом, является тот факт, что за рубежом такого заболевания нет. Есть. Такое заболевание есть. Причем доказать это очень легко. Достаточно взглянуть на научную периодику, монографию, атласы и руководство. Для тех, кому лень смотреть весь ролик, перейдите к его концу. В качестве примера в использовании данного термина я привел выдержки из зарубежных научных статей разных стран за период в диапазоне от 1944 года до 2022 года. Проблема в другом. Самое парадоксальное в данной ситуации это то, что в борьбе со остеохондрозом подключились специалисты, которые позиционируют себя как сторонники доказательной медицины. Причем они не выступают против неправомерного использования рентгенологического термина, используемого рядовыми врачами в качестве самого распространенного диагноза в кавычках и синонима любой боли в спине. Нет, они вообще отрицают наличие данной патологии и ее клиническую значимость. Причем, что меня удивляет, поголовно или по команде сверху не различают такие патологии, как остеохондропатия и межпозвонковый остеохондроз. Казалось бы, люди с высшим образованием, врачи, доктора наук, профессора поголовно владеют иностранными языками, в своих работах и диссертациях приводят ссылки на зарубежных авторов и при этом несут полную ахинею. Как такое вообще возможно? Но если кто-то из популяризаторов научных знаний не понимает разницы в патологиях, то он должен задать вопросы профильным специалистам, в данном случае рентгенологам, получить адекватный ответ и не распространять глупости через научные статьи, блоги и ютюб ролики. Здесь вопрос в другом. А если видят и понимают разницу, тогда зачем они дезинформируют врачей, реабилитологов, пациентов и какие цели при этом преследуют? Если разницы в патологиях они не видят и не понимают, тогда вполне закономерный вопрос. На каком основании развели столь бурную деятельность? Титулованных дураков всегда было много, но манипуляция с термином остеохондроз не только дискредитирует саму доказательную медицину и бьет по ее репутации, но и наносит вред пациентам, которым клинические проявления остеохондроза лечат как простую мышечно-фасциальную боль. По факту все последствия неадекватного лечения и реабилитации можно классифицировать как ятрогению. К счастью отечественных врачей и реабилитологов, ушлые адвокаты еще толком не научились зарабатывать деньги на судебных процессах, в которых пострадавшие пациенты судятся с нерадивыми врачами из-за неправильно выставленного диагноза. Хорошо, если диагноз остеохондроз был выставлен с потолка и у пациента было банальное растяжение мышц, например. А если рентгенолог в диагнозе указал, что у пациента остеохондроз, а его лечили и восстанавливали, применяя методы, которые ему были противопоказаны? Вопрос. Кто будет отвечать за регулярные осложнения у пациентов при неадекватной реабилитации? Пациенты с истинным остеохондрозом позвоночника постоянно ходят по тонкому льду. Хронизируются быстро. Некоторым грозит операция по стабилизации пораженных сегментов. Причем осложнений можно было бы избежать простым невмешательством в течение дегенеративного процесса и ограничиться симптоматическим обезболиванием, ходьбой в качестве тренировок выносливости и простыми упражнениями на стабилизацию с учетом конфигурации позвоночника. Все остальные методы лечения и реабилитации не имеют доказанной эффективности. Как в Союзе, так и на данный момент во всех развитых странах мира, дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника подразделяют на два фенотипа. Возрастные дегенеративно-дистрофические изменения и патологические, агрессивно протекающие и являющиеся заболеванием. Возрастные изменения обозначаются как спондилез. Чаще всего он протекает бессимптомно, если не приводит к выраженному стенозу позвоночного или корешковых каналов. Дегенеративное заболевание диска, как в Союзе, так и во всех развитых странах мира, обозначается как межпозвонковый остеохондроз, который является агрессивной формой старения и зачастую проявляется клиническими симптомами. Просто советские рентгенологи предпочитали сокращенный термин остеохондроз за рубежом, дегенеративная болезнь диска, межпозвонковый остеохондроз как конечная стадия дегенерации и эрозивный остеохондроз при грубых формах поражения диска и замыкательных пластинок. Морфологически у них и у нас все идентично. Выраженное снижение высоты диска и его растрескивание, узурация замыкательных пластин, вакуум-феномен, реактивные изменения тел позвонков, горизонтальные краевые остеофиты, псевдоспондилолистез и нестабильность в сегменте. Заболевание начинается с дегенеративной болезни диска. Затем вовлекаются смежные тела позвонков, межпозвонковые суставы и нервная система через гиперпродукцию нейротрофинов и факторов роста, что приводит к врастанию механочувствительных и нацицептивных нервных волокон внутрь диска через образованные трещины в фиброзном кольце. Отсюда и хронизация боли и рефлекторные синдромы. По факту все давно описано, изучено и ни для кого не является секретом. Несмотря на это, на постсоветском пространстве постоянно муссируется тема, что никакого клинического значения дегенеративная болезнь диска не имеет и что за рубежом под остеохондрозом подразумевают совсем другое заболевание. На самом деле это абсолютно не соответствует действительности. Всех хотят убедить, что такое заболевание как остеохондроз является мифом. Но мифом как раз является то, что такого заболевания не существует. Другое дело, что оно не встречается так часто, как принято думать. Но это вовсе не означает, что такой болезни нет. Привожу конкретный пример распространения дезинформации. Статья Михайлюка. На авторском сайте он заявлен как председатель общества доказательной медицины и главврач центра доказательной медицины. Он пишет, что однако диагноз остеохондроза позвоночника как причины болевого синдрома, вызванного комплексом дегенеративно-дистрофических изменений, широко используется исключительно на территории России и стран, входивших в состав СССР. Во всех других странах такой нозологической единицы нет. На основании этого автор подталкивает читателя сделать вывод, что остеохондроз позвоночника не может быть причиной болевого синдрома. Действительно, за рубежом такой термин не используется. Но сам остеохондроз как нозологическая единица присутствует в лексиконе специалистов всех стран, а не только у советских и российских специалистов. Михайлюк пытается конкретизировать. Также термин остеохондроз в зарубежной литературе обозначает группу заболеваний совершенно другого патогенеза, обозначаемых в России термином остеохондропатия. Поэтому под широко используемым у нас кодом МКБ М42-1 скрывается совсем другой патогенетический процесс. Не комплекс генеративно-дистрофических изменений, а последствия асептического некроза губчатой кости, вызванного нарушением микроциркуляции. Ну, со ссылкой на ветеринара и трехуса. Но, несмотря на это несоответствие, на практике для обозначения диагноза остеохондроза позвоночника используется именно этот код. Сам того не подозревая, Михайлюк поставил под сомнение профессиональную компетентность врачей и недвусмысленно намекает, что российские врачи не разбираются в данной теме. Тогда вполне закономерный вопрос. А при чем тут попелянский и остеохондроз позвоночника, который упоминает Михайлюк к тому, как российские врачи кодируют синдромы дегенеративного поражения позвоночника? Неправильная кодировка заболевания не подразумевает фактическое отсутствие данной патологии. Системы учета и кодировки заболеваний всегда были несовершенны, поэтому они регулярно обновляются. К тому же международный классификатор не является справочником по формулировке диагнозов. Еще пример. На сайте ДОКМА в блоге собраны статьи врачей сторонников доказательной медицины. Врач-невролог многопрофильного медицинского центра Лахта Клиник пишет, Остеохондроз – слово, которое знает каждый житель Российской Федерации. Остеохондроз во всем мире – это диагноз, который ставят детям с нарушением нормального роста костей. Больше ни для каких целей этот термин не употребляется. Но когда мы видим в заключении МРТ страшные слова – остеохондроз, протрузии, грыжи, шморли, остеофит и спандилартроз, кажется, что пора оформлять инвалидность. Ну, такой шутник. Вторая статья – невролога, врача УЗИ и главврача Центра доказательной медицины Доктрина. Специалист констатирует факт. В нашей стране под остеохондрозом понимают любые дегенеративные процессы, происходящие в позвоночнике. Снижение высоты позвонка, осификацию связок, изменение межпозвонкового диска, изменение мелких суставов позвонков. И дает якобы правильный ответ. А что на самом деле? В мире остеохондроз – это заболевание, связанное с нарушением кровоснабжения костной ткани, с развитием ее отмирания. Врач задается вопросом, почему такая подмена понятий произошла у нас? Во всем мире никто обычные процессы, происходящие в норме с возрастом, не лечит. Ход мысли всех трех авторов, подчеркиваю, сторонников доказательной медицины, вполне ясен. Остеохондроз – это диагноз, который ставят детям с нарушением нормального роста костей. Остеохондроз позвоночника – это возрастные изменения, которые есть у всех, протекают бессимптомно, и во всем мире их никто не лечит. И вообще это пережиток советского прошлого, от которого нужно срочно избавляться и не позориться перед всем миром. К моему сожалению, я вынужден всех огорчить. Удаление из обихода термина остеохондроз или остеохондроз позвоночника проблему не решает. Дегенеративные заболевания позвоночника вносят значительный вклад в инвалидизацию населения. И количество пациентов, страдающих хронической болью в спине, вызванной дегенеративным поражением позвоночно-двигательных сегментов, постоянно растет. Вывести из обихода такой диагноз, в кавычках, как остеохондроз позвоночника, не получится. Потому что такого официального клинического диагноза никогда не существовало. Даже в союзе. Это медицинское разговорное клише. Термин был и есть. Может использоваться как часть рентгенологического диагноза. А вот как самостоятельная нозологическая единица, такого диагноза никогда не было. Если говорят остеохондроз, то подразумевают дегенеративную болезнь диска. Если говорят остеохондроз позвоночника, то подразумевают, что к первичному поражению диска присоединилось поражение межпозвонковых суставов и дегенеративное изменение мягких тканей позвоночно-двигательного сегмента. Если первично поражены только суставы, имеется ввиду межпозвонковые суставы, например при гиперлордозах, говорят спондилартроз. Под спондилезом подразумевают возрастные дегенеративные изменения, которые не вызывают симптомов. Ну куда еще проще. Вывести из официального обихода диагноз остеохондроз также не получится, потому что данный рентгенологический, подчеркиваю, рентгенологический термин применяется в научном обиходе как сокращенная форма от официального термина межпозвонковый остеохондроз. Данный термин является международным и свободно циркулирует по радиологическим статьям и научным руководствам. Иногда авторы статей и монографий не заморачиваются и вместо термина межпозвонковый остеохондроз просто пишут остеохондроз и никого из специалистов это не смущает. Если статья посвящена дегенеративным изменениям или заболеваниям позвоночника, то вполне ясно о каком остеохондрозе идет речь. На исторический сложилось так, что новые люди, которые претендовали на вершину неврологического олимпа бывшего СССР, чтобы подвинуть советских авторитетов, были вынуждены внедрять что-то новое, якобы передовое и желательно зарубежное, прогрессивное. Так сказать, шли в ногу со временем и интегрировались в мировое медицинское сообщество. В нашем случае концепцию, выстроенную вокруг остеохондроза позвоночника, решили заменить на «передовую» концепцию неспецифических болей в спине, выстроенную на так называемом биопсихосоциальном подходе. Причем за основу взяли не оригинальную версию Бордона Уодала с ее функциональной реабилитацией, а ее коммерческий фармакологический вариант. Концептуальные подходы очень разнятся. В союзе фокусировались на более сложных и тяжелых патологиях и меньше уделяли внимания таким патологиям, как повреждения мышц и связок, хотя они встречаются чаще. И этому есть простое объяснение. Простая скелетно-мышечная боль саморазрешается в течение одного месяца, даже если ее вообще не лечить. Концепция неспецифических болей в спине как раз выстроена вокруг миофасциальных болей, как наиболее частой причине боли в спине. При этом роль дегенеративного заболевания позвоночника искусственно принижается или вообще игнорируется. При этом рост хронических больных объясняют психосоциальными факторами хронизации. Такому подходу к лечению также есть простое объяснение. Протоколы лечений составлены прежде всего с учетом интересов фармакологических компаний и рост числа хронических больных только на руку заинтересованным лицам. Приведу два примера. В статье американских авторов за 2015 год они пишут, что Боль в пояснице является ведущей причиной нетрудоспособности во всем мире с вероятностью возникновения 80% в течение жизни и по оценкам 11,9% населения мира страдает от боли в спине в любое контрольное время. В США заболеваемость населения болью в пояснице еще выше. При этом эпиднадзор центров по контролю над заболеваниями показывает, что 30,1% американских женщин и 26% мужчин сообщают о боли в пояснице в течение трехмесячного периода. Ну сразу заодно обратите внимание на затраты на лечение. От 20 до 100 миллиардов долларов в год. Ну приведу российский пример. Воскресенская и туряница в статье Неспецифическая боль в спине и саркопении за 2019 год пишут. Число потребителей нестероидных противовоспалительных препаратов Очень велико и все время растет. На 2016 год в нашей стране зарегистрировано 19,2 миллиона людей с болезнями костно-мышечной системы, большинство из которых составляют больные остеоартритом и неспецифической болью в спине. В 2017 году в России продано 125 миллионов упаковок различных нестероидных противовоспалительных препаратов. Однако необходимо учитывать, что в современных реалиях доступности лекарственных препаратов из группы нестероидных противовоспалительных нередко отмечается их бесконтрольный прием, а также использование без необходимых показаний. Так, по данным экологических исследований, употребление обезболивающих во всем мире так велико, что метаболиты и зачастую непосредственно нестероидные, можно обнаружить в поверхностных слоях водоемов. Чтобы подвинуть Папелянского и его ортопедическую неврологию, нужно было просто разрушить концепцию, выстроенную вокруг генеративного поражения позвоночника. Но разрушить монолит 40-летних наработок сотни специалистов не так уж и легко, считай невозможно. Поэтому решили просто дискредитировать как саму концепцию остеохондроза, так и ее создателя Якова Юрьевича Папелянского. Фальсификация концепции остеохондроза позвоночника представляет собой яркий пример уничтожения советского научного наследия. По большому счету концепцию нужно было просто пересмотреть, подкорректировать, усовершенствовать и добавить недостающие части в общую картину заболеваний позвоночника. Но кураторами медицинских реформ на постсоветском пространстве такая задача не ставилась. Нужна была новая концепция и новые протоколы лечения, в которые можно вписать любые нужные препараты и схемы лечения. Бизнес есть бизнес, ничего личного. Поэтому приступили к научно обоснованному в кавычках опровержению концепции. Ну, как они это сами понимали. Зацепку нашли быстро и легко. Рядовые врачи неправильно понимают суть дегенеративных процессов позвоночника и их клинические последствия. Не различают таких понятий, как остеохондроз позвоночника, межпозвонковый остеохондроз, спондилез. По сути, борцы с концепцией остеохондроза сыграли на безграмотности врачей и терминологических нюансах. Необходимость кодировать заболевания согласно международному классификатору болезней сыграла на руку. В МКБ под остеохондрозом подразумевались остеохондропатии. И врачи по незнанию или недоразумению неправильно кодировали остеохондроз как заболевание. Что послужило поводом для вполне оправданной критики. Под этот шумок концепцию остеохондроза позвоночника быстро отодвинули в сторону. А Папелянского объявили чуть ли не старым маразматиком и позором российской медицины. На выход нового классификатора болезни 11 пересмотра спутал все карты. И теперь борцы с остеохондрозом ходят с кислыми рожами. И до сих пор пытаются доказать, что под остеохондрозом за рубежом понимают совсем другое заболевание. И остеохондроз позвоночника никакого клинического значения не имеет. Начали придумывать разные названия типа дарсалгии, дарсопатии, остеитов позвоночника, остеоартрозов позвоночника и прочее. Но по факту остеохондроз как дегенеративная болезнь диска как был так и остался. И никуда он не денется. Даже если безапелляционно отрицать его наличие и клиническую значимость. И попытки объяснять увеличение количества больных с хронической болью в спине и наличием триггерных точек, ну это просто смешно. На самом деле дегенеративное поражение позвоночника всегда находилось под пристальным взглядом специалистов. О чем говорит огромное количество научных работ по данной тематике. И да, термин межпозвонковый остеохондроз или остеохондроз регулярно мелькает в статьях и книгах зарубежных авторов. И да, это тот самый остеохондроз, клинические синдромы которого изучались советскими специалистами и в частности попеллянским. Но факт остается фактом. От остеохондроза и научного наследия попеллянского пытаются избавиться любой ценой и любыми методами. Даже если для этого приходится нагло врать, замалчивать и искажать информацию по данной теме. Сторонники ортопедической неврологии, борцов со остеохондрозом заслуженно наградили титулами, ревизионисты, демагоги и дилетанты-неспровергатели. Перечислю самых известных. Это Жарков, Эрдес и Богачева. С них началась смута и брожение в медицинских массах. Сейчас эстафету распространения дезинформации по данному вопросу подхватили якобы сторонники доказательной медицины. Правда, доказать толком ничего не могут. Из истории борьбы со остеохондрозом позвоночника. Например, профессор рентгенологии Павел Жарков вообще отрицал какую-либо связь дегенеративного заболевания позвоночника с клиническими симптомами. И всю ответственность за боль и неврологические симптомы возлагал на мышцы и связки. Доктор медицинских наук Богачева Лариса пошла еще дальше. И в буквальном смысле придумала новое заболевание. Дарсалгию. То есть боль в спине. Книга так и называется. Дарсалгия. Современная ортопедическая болезнь. Ну, конечно, это ее право. Но как мы должны реагировать на то, что Богачева льет грязь на Попелянского. И при этом нагло лжет относительно кодирования остеохондроза в международном классификаторе болезней. Богачева думает, что она единственная в своем роде, кто умеет им пользоваться. К тому же у данного врача явно завышена самооценка. Самое смешное и интересное в данной ситуации то, что Богачеву сначала использовали как таран против Попелянского, а потом, достигнув поставленной цели, просто вышвырнули ее за ненадобностью. Богачева жалуется, что ее заслуги перед неврологией всеми игнорируются. Даже ее научным руководителем Николаем Николаевичем Яхно. Богачева пишет, что в книге Парфенова и Сайкина «Боль в нижней части спины мифы и реальность» предлагается считать остеохондроз позвоночника Попелянского мифом. Наконец-то! В книге можно написать все, что угодно. Бумага все стерпит. Тем более, если книга конъюнктурная. Но если Богачева посмотрит на официальный сайт клиники нервных болезней имени Кожевникова, директором которой является профессор Парфенов Владимир Анатольевич, то она увидит, что вышеуказанные авторы заявляют, что они этот самый несуществующий остеохондроз все-таки пытаются лечить. Я думаю, что Богачева имеет полное право закатить скандал и потребовать от Парфенова, чтобы с сайта остеохондроз таки убрали, поскольку мифы лечить нельзя. А то уже получается какое-то шарлатанство. Остеохондроза нет, а они его лечат. Да и деньги небось берут немалые. Больше всего вреда нанесла статья профессора ревматологии Шандора Эрдеса. Статья однозначно знаковая и сильно повлияла на неокрепшие умы окончательно запутавшихся врачей. Но если мы внимательно посмотрим на статью, то мы увидим, что Эрдес серьезно запутался в терминах, зачастую сам себе противоречит. И, что самое главное, вскрыл проблему некомпетентности врачей, которые занимаются лечением боли в спине. Эрдес раскритиковал Попелянского, но сам того не осознавая подтвердил его тезисы и продемонстрировал, что в данном вопросе сам является полным профаном. По факту Эрдес с Фоломеевой объявили войну покойному Попелянскому и его коллегам, но умудрились проиграть мертвым. Эрдес пишет, Хорошо быть оригинальными и самобытными, но врачам следует разговаривать на одном языке, чтобы однозначно понимать суть используемых терминов. Однако существующая неразбериха в обозначении различных проявлений дарсопатей, скрывающихся в России под термином остеохондроз, не способствует одинаковому пониманию и обозначению единой для населения всех стран патологии. Ревматологи могут поделиться с другими специалистами успешным опытом наведения терминологического порядка в обозначении ряда ревматических заболеваний. Нам представляется, что подобную серьезную работу необходимо провести и в отношении термина остеохондроз позвоночника, который не может отождествляться с той клинической картиной и тем каскадом патологических процессов, которые ему приписывают отечественные врачи. И цитирует Жаркова. Хотелось бы также отметить, что умозрительные утопические учения приносят вред медицине и больному, поскольку создавая видимость научной обоснованности, тормозят развитие действительно продуктивных научных исследований. И ярким примером этого может служить отечественное изобретение, учение об остеохондрозе, как причине не только всех болей в области позвоночника, но и практически всех болевых синдромов в опорно-двигательной системе. Эрдес пишет, что почему-то авторов-приверженцев теории остеохондроза не смущает то, что во всем мире, говоря о вертиброгенном болевом синдроме, имеют в виду лишь грыжи дисков, спондилоартроз, а вовсе не остеохондроз в нашем понимании. По-видимому, их остеохондроз – это что-то отличное от нашего остеохондроза. В их понимании остеохондроз, хондроз, артроз, выпячивание дисков и грыжи дисков – вовсе не одно и то же, не признаки эволюции одного патологического процесса. Эрдес сразу с размаху сел в лужу. В первую очередь следует упомянуть, что имеется несколько не сильно отличающихся друг от друга хорошо известных и понятных отечественных определений остеохондроза, среди которых наиболее распространено предложенное поперлянским. Остеохондроз позвоночника – полифакторное дегенеративное заболевание позвоночно-двигательного сегмента, первично поражающее межпозвонковый диск, а вторично другие отделы позвоночника, опорно-двигательного аппарата и нервную систему. Эрдес даже не понял, что сам себя загнал в тупик, потому что остеохондроз позвоночника и остеохондроз – это два разных термина, описывающих разные этапы дегенеративного поражения позвоночника. Остеохондроз – это дегенеративная болезнь диска, а остеохондроз позвоночника – поражение всего позвоночно-двигательного сегмента. Обратимся за комментариями к рентгенологам. Тагер и Мазо так комментируют сложившуюся практику применения терминов. Имеем ли мы право объединить единым термином остеохондроз позвоночника целую группу дегенеративных заболеваний – остеохондроз, спондилез, спондилоартроз? С точки зрения количественной – формальной – да. Однако количественный подход к определению различных дегенеративных состояний позвоночника затрудняет изучение, нивелирует их в один огульный, не обобщающий термин. При этом теряется главная – качественная определенность каждого вида дегенеративного состояния позвоночника. На позициях строгого разграничения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника основаны работы Папелянского. Мы придерживаемся взглядов, согласно которым дегенеративные заболевания позвоночника спондилез, остеохондроз и спондилоартроз рентгеноанатомически и клинически необходимо дифференцировать и рассматривать каждый в отдельности. Это имеет исключительно практическое значение при решении вопросов лечения, трудовой экспертизы и прогнозировании заболевания. Термин остеохондроз позвоночника – это концептуальный, обобщающий термин, применяемый в группе дегенеративно-дистрофических изменений или заболеваний. Это не диагноз и никогда им не был. То, что Папелянский дал определение остеохондроза позвоночника, еще не означает, что это диагноз и его нужно выставлять всем подряд, если врач не знает причину боли или не хочет ее искать. Смотрим Тагера. Остеохондроз стоит особняком и рассматривается как отдельная рентгенологическая единица. Полное название – межпозвоночный остеохондроз. Обиходное название – остеохондроз. Находим этому подтверждение в статье Эрдесен. Наиболее дифференцированное разделение рентгенологических проявлений дистрофического поражения позвоночника представила еще в 1961 году Кассинская, выделив остеохондроз, спондилез, хрящевые грыжи и шморля, об извествлении диска, фиксирующий легоментоз болезнь форестия, деформирующий артроз межпозвоночных и реберно-позвоночных суставов. Эрдес констатирует факт низкого уровня знаний российских врачей. Кроме того, незнание как рентгенологами, так и клиницистами признаков дистрофических изменений позвоночника, хондроз, остеохондроз, спондилартроз, спондилез, фиксирующий гиперостоз и другие, ведет к гипердиагностике. Эти виды патологии находят там, где их нет. Нередко остеохондрозом называют все вышеперечисленные дистрофические изменения в силу незнания различий между ними. К остеохондрозу по недоразумению относят и грыжу диска, которая является следствием его разрыва. Причем, как правило, нормального диска, а не измененного дистрофическим процессом. Поэтому называть грыжу диска остеохондрозом так же неверно, как разрыв менеска в коленном суставе остеоартрозом. Ну, согласен с Эрдесом на 100%. Таггер со ссылкой на Косинскую дает распространенность остеохондроза в популяции на 1961 год 15,8%. То есть мы видим, что советские рентгенологи могли отличать остеохондроз от спондилеза, а современные с точки зрения Эрдеса якобы нет. Эрдес. В отечественном учении об остеохондрозе выделяется несколько стадий. Первое. Появление трещин во внутренних слоях фиброзного кольца межпозвонкового диска и в студенистом ядре. Второе. Дальнейшее разрушение фиброзного кольца и ухудшение фиксации позвонков между собой, ведущее к их нестабильности. Третье. Разрыв фиброзного кольца и образование грыж диска. Четвертое. Распространение дегенеративного процесса на желтые связки, межостистые связки и другие образования позвоночника. Дальнейшее уплощение, рубцевание и фиброз межпозвонкового диска. Параллельно обычно развивается артроз в межпозвонковых и унковертебральных суставах, называемый спондилоартрозом. Эрдес перечисляет, что конкретно отечественными специалистами подразумевалось под остеохондрозом, но при этом почему-то не упомянул такую отличительную особенность остеохондроза от спондилеза, как реактивные изменения тел позвонков. Что это? Глупость или сознательный шаг? Дальше Эрдес начал демонстрировать свои познания в рентгенологии, чем знатно насмешил специалистов. Он пишет, по-видимому, их остеохондроз это что-то отличное от нашего остеохондроза. В открытой англоязычной версии энциклопедии в Википедии, остеохондроз определяется как семейство ортопедических заболеваний суставов, встречающихся у детей и быстро растущих животных. Обычно у свиней, лошадей и собак. Они связаны с нарушением прекращения кровоснабжения кости, обычно в области эпифиза, приводящем к развитию локализованного остеонекроза, за которым, как правило, следует восстановление кости. Также, еще в одном определении, остеохондроз представлен как гетерогенная группа заболеваний, характеризующаяся общими признаками в виде поражения костей незрелого скелета, вовлечения эпифизов, апофизов или эпифизоидных костей и рентгенографическими изменениями в них. Указывается, что, например, позвоночный остеохондроз – болезнь Шайрмана. Далее Эрдес настаивает, что таким образом, учитывая приведенные определения, действительно, наш остеохондроз и их остеохондроз – это абсолютно противоположные понятия. Слышен гомерический смех рентгенологов. А о каком, собственно, остеохондрозе рассуждает Эрдес? С чего это вдруг он переключился с межпозвонкового остеохондроза на остеохондропатии? Сравните англоязычный вариант написания терминов. Эрдес при обосновании своей позиции ссылается на ветеринара Итрехуса. Выслушаем его комментарии. Остеохондроз или, вернее, рассекающий остеохондрит был введен как термин в 1888 году медицинским хирургом Кеннигом, чтобы описать патологическое состояние эпифизарного хряща. Термин рассекающий остеохондрит многими рассматривается как благозвучный, но скорее неуместный и вызвал серьезные споры, но используется до сих пор. Многими учеными термин остеохондрит был заменен на остеохондроз, поскольку вообще признано, что воспаление не является характерным признаком первичного поражения. Лейтон в статье «Исторические перспективы остеохондроза за 1998 год» пишет, что, хотя брасом было использовано название остеохондроз, название рассекающий остеохондрит, данное Побишем, имело более широкое употребление. Потому что первым признаком болезни, говоря патологоанатомическим языком, является остеохондроз, казалось бы, этот термин более оправдан. Я бы предложил, что термин «дисхондроплазия», используемый вместо остеохондроза, был бы наиболее подходящим. Также в моих публикациях и Тордал Кристенсен термин «дисхондроплазия» был предложен как лучший термин, чем остеохондроз. Экман и Карлсон, соавторы Трехуса в статье «Патофизиология остеохондроза за 1998 год» дают такой комментарий. Кроме того, у всех видов имеется несколько синонимов заболевания, в том числе рассекающий остеохондрит, рассекающий остеохондроз и дисхондроплазия. В этой статье будет использован термин «остеохондроз». Хотя в некоторой степени он не точен, так как первоначальное поражение не затрагивает кость, он наиболее широко принят как в ветеринарии, так и в литературе, посвященной лечению людей. Различия в терминологии остеохондроза также отчасти обусловлены тем, что заболевание имеет очень разные визуальные проявления в зависимости от стадии, на которой оно исследуется. Итак, по факту, на основе стадии Итрехуса, Лейтона, Экман и Карлсон можно сделать вывод, что ветеринары все еще не определились, как должна называться данная патология. Ну, просто им понравился термин «остеохондроз», хотя он не совсем им и подходит. Сам же Итрехус пишет, что термином «остеохондроз» начали пользоваться сравнительно недавно, в конце 70-х, в то время как межпозвонковый остеохондроз был введен в оборот Хильденбрантом в 1933 году. То есть термин «остеохондроз» был просто позаимствован ветеринарами и адаптирован под описание своей патологии. На сайте «Радиопедия», а это самый крупный обучающий сайт для радиологов, дано предупреждение, что межпозвонковый остеохондроз не следует путать с общеупотребительным термином «остеохондроз», который является общим термином для группы заболеваний, влияющих на процесс роста костей путем некроза кости. Как мы видим, Эрдес ошибается, причем в фундаментальных вопросах. Наш межпозвонковый остеохондроз и зарубежный межпозвонковый остеохондроз – это один и тот же межпозвонковый остеохондроз. Как наши специалисты, так и зарубежные часто используют сокращенный вариант, то есть просто остеохондроз. И на терминологические метания ветеринаров им, по большому счету, наплевать. Находим подтверждение наличия использования термина межпозвонковый остеохондроз в статье Эрдеса. В некоторых иностранных справочниках, например, в словаре американских неврологов, в разделе остеохондроз отдельно упоминается межвертибральный остеохондроз, как дегенеративное поражение дисковертибральных сочленений позвоночника с характерными радиографическими проявлениями в виде сужения межпозвоночных промежутков и реактивного склерозирования верхних и нижних поверхностей тел позвонков. Таким образом, в данном контексте термином остеохондроз позвоночника обозначается рентгенологический симптомокомплекс, а не клинические определенные заболевания. Профессор Эрдес снова поднял вопрос о некомпетентности российских врачей. Особую терминологическую и не только путаницу внесло использование термина остеохондроз не только для обозначения обнаруживаемых рентгенологических изменений в позвоночнике, сужение межпозвонковой щели, субхадральный склероз, кости, краевые оси, фит и другое, но и в качестве синонима связываемой с ними неврологической патологии. Да, термин остеохондроз не может быть использован в качестве синонима неврологической патологии. Врач должен указать, какой конкретный синдром был вызван заболеванием диска или поражением позвоночного сегмента. Попелянский писал, что наличие клинических симптомов является необходимым условием для постановки диагноза. Но это вовсе не означает, что вместо указания конкретного синдрома терапевту или неврологу достаточно в диагнозе написать остеохондроз. Эрдес пишет. Так известный отечественный невролог-вертибролог Попелянский связывает остеохондроз с практически обязательной неврологической симптоматикой. Ну, практически обязательная симптоматика в цифрах это сколько? Авторы статьи за 2020 год роль рентгенографии в изучении заболеваний позвоночника дают ответ на этот вопрос. 81%. В 19% случаев межпозвонковый остеохондроз протекает бессимптомно. Поэтому в Союзе часто пользовались термином клинически значимый остеохондроз, поскольку его часто находили у бессимптомных пациентов. Далее Эрдес пишет. Сегодня практически любая боль в области спины считается верным признаком пресловутого остеохондроза позвоночника. Происходит это потому, что сам термин остеохондроз превратился в синоним неврологического обозначения боли в области спины. При этом желательно, хотя и не обязательно, подтвердить этот диагноз в кавычках при рентгенографии. И он практически всегда подтверждается. Вот тут профессор Эрдес серьезно облажался. Самыми яркими и бросающимися в глаза визуальными отличительными признаками остеохондроза являются выраженное снижение высоты диска и реактивное изменение тел позвонков по модику. Эрдес точно уверен, что на всех снимках МРТ мы увидим данные отличительной особенности остеохондроза. Я в этом сильно сомневаюсь. Да, на данный момент в зарубежной литературе дегенеративное поражение межпозвонкового диска подразделяют на два фенотипа. Межпозвонковый остеохондроз и внутреннее разрушение или разрывы межпозвонкового диска. Да, в союзе разрушение диска также относили к остеохондрозу. Ну и что? Когда у пациента болит спина, ему не очень-то интересны академические дискуссии по поводу того, как все это классифицировать и назвать. Людям бы избавиться от страданий, а как это будет по-научному обозвано в очередной диссертации, никого не интересует. Также не нужно путать дегенеративное изменение диска, так называемый спондилез, с дегенеративным заболеванием диска, межпозвонковым остеохондрозом. И тогда этот диагноз, как пишет профессор Эрдес, не будет всегда подтверждаться при рентгенографии. Ранний остеохондроз легко определяется при функциональной рентгенографии за счет обнаружения расшатанности пораженного сегмента. Налицо патологическая подвижность в позвоночно-двигательном сегменте. А чуть позже присоединится асептический спондилит, который мы и увидим как изменение по типу модик. Смотрим на изображения первой КТ и 2, 3, 4 МРТ. С точки зрения профессора Эрдеса на данных изображениях отсутствуют какие-либо визуально отличимые признаки, которые могли бы указывать врачу на наличие некоторой патологии. Ну, взгляните внимательно на изображение. Все в пределах нормы или что-то все-таки настораживает? Профессор Эрдес снова указывает на некомпетентность многих врачей. Он пишет, что термин остеохондроз, применяемый для обозначения иных, в частности, дегенеративно-дистрофических изменений именно в позвоночнике, усугубляющихся по мере взросления и старения человека, изначально и по существу относится лишь к патологии межпозвонковых дисков и отражает их морфологические или рентгеноанатомические изменения. Однако, он традиционно используется в нашей стране, во-первых, для обозначения не только межпозвонковых дисковых, но и всех выявляемых невоспалительных изменений в структурах позвоночника, которые упоминались выше, что некорректно. Ну, 100% согласен. Понятно, что при повреждении мышц может возникать сильная и мучительная боль в спине, но это не говорит о том, что у пациента остеохондроз, даже если на МРТ нашли какую-то протрузию или грыжу. При повреждении связок таза или капсул межпозвонковых суставов может возникать стреляющая боль по бедру. Логично, что в данном случае диагноз радикулопатия вследствие остеохондроза неуместен, даже если на МРТ обнаружили дегенеративное изменение или даже грыжу. В следующем абзаце Эрдес демонстрирует уже свою некомпетентность и намекает на некомпетентность врачей. И во-вторых, в любом случае остеохондроз, даже с указанием в диагнозе, что это остеохондроз позвоночника, не является или не должен являться клиническим понятием. Остеохондроз не должен являться диагнозом. Но почему он не должен являться клиническим понятием? С какой стати? На чем основывается данный вывод? Дальше пишет. Однако отечественные неврологи, другие специалисты и врачи общей практики отождествляют термин остеохондроз с большинством вертибральных и паравертебральных клинических синдромов. Последним относится и неспецифическая боль в нижней части спины, при которой доказано отсутствие непосредственной связи между широко распространенными в популяции дегенеративно-дистрофическими процессами в позвоночнике и возникающими болевыми ощущениями в спине. Хочу всем напомнить, что мышечно-фасциальная боль на фоне спондилеза, возрастных дегенеративных изменений и скелетно-мышечная боль на фоне дегенеративного заболевания диска – это патогенетически разные боли с разным вкладом в хронизацию процесса. Простая скелетно-мышечная боль, как правило, имеет посттравматическую природу, растяжение мышц, разрывы фиброзных оболочек, ригидность вследствие длительной статической нагрузки, травмы на фоне эксцентрической нагрузки или боль вследствие банального переутомления и накопления метаболитов. При остеохондрозе все вышеперечисленные причины боли в спине усугубляются патологической импульсацией из дегенерированного межпозвонкового диска, что приводит к выраженному нарушению внутримышечной и межмышечной координации мышц спины и конечностей. Общеизвестным фактом является то, что при остеохондрозе происходит дистрофия глубоких сегментарных мышц с их жировым замещением. При этом поверхностные мышцы становятся более реактивны, склонны к повышению тонуса или спазма. Сбой в работе связочно-мышечных рефлексов значительно влияет на моторный контроль, что приводит к быстрому накоплению травм мягких тканей позвоночно-двигательного сегмента вследствие расшатанности сегмента, что и усугубляет течение основного заболевания. Сразу возникает вопрос, а что? Если запретить остеохондроз, то ситуация резко улучшится? Ну я в этом сильно сомневаюсь. Я думаю, что ни для кого не будет это секретом, что с обычной мышечно-скелетной болью пациенты прекрасно справляются сами. Самолечение и самоназначение нестероидных у нас поставлено на широкую ногу. Через неделю две пациенты избавляются от боли и, как правило, к врачу не идут. Значительно хуже дела идут с мышечной ригидностью и кумулятивным травматическим повреждением связочного аппарата позвоночника. Ну там процент хронизации уже выше. Еще хуже обстоят дела с остеохондрозом позвоночника. В данном случае самолечение вообще не работает. Ну поэтому РДС пишет, что поэтому остеохондроз в соответствии с выставляемыми больным диагнозами оказывается самым распространенным заболеванием среди всех болезней суставно-косно-мышечной системы в России. Ну да, факт. Остеохондроз позвоночника дает половину всех больных с хронической болью в спине. Находим этому подтверждение у самого РДСа. О широкой распространенности стойкой патологии позвоночника и околопозвоночных тканей, как правило сопровождающейся болевым синдромом, свидетельствует и то, что у 45,5% данные на 2001 год и у 32% данные на 2005 год российских больных, впервые признанных инвалидами в связи с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани, причиной инвалидности оказывались различные дорсопатии, то есть патологические процессы в спине. У профессора РДСа есть данные, что у всех инвалидизированных были последствия заболевания, относящихся к категории красных флагов. Думаю, что нет. Далее РДС пишет, что мы согласны с мнением Жаркова о том, что ни остеохондроз, ни какой-либо иной термин, характеризующий дистрофическое изменение позвоночника, нельзя употреблять в качестве синонима клинического диагноза. Ну а что, с этим кто-то спорит? Я напомню мнение Папелянского по данному вопросу. Врач должен избегать трафаретных диагнозов остеохондроз или распространенный остеохондроз или остеохондроз с корешковым синдромом. Нельзя ограничиться таким диагнозом, как шейный или поясничный остеохондроз или поясничный остеохондроз с корешковым синдромом. Это также недопустимо, как недопустим диагноз заболевания органов брюшной полости. Возрастные изменения в позвоночнике спондилез сами по себе не являются болезнью или основным причинным фактором заболевания. Причинами бывают дегенеративные поражения, остеохондроз, спондилартроз, опухолевые заболевания, а также воспалительные поражения и их остаточные явления. Фиксирующий возрастной процесс называют спондилезом. Его относят не к болезни, а к механически компенсирующим процессам, дистрофическим изменениям. Эрдес выдает очередную чушь. Спондилез как англоязычный вариант остеохондроза? Он вообще сам понял, что написал? Далее Эрдес оправданно пишет, что нельзя любую боль в спине бездумно обозначать как остеохондроз, что, к сожалению, широко практикуется в амбулаторной практике России и ведет к искажению клинических и статистических представлений о многообразии дарсальной патологии, как специфической, так и неврологической, радикулярной, особенно не специфической. Он 100% согласен. Ну а разве кто-то с этим спорит? По-моему, один только Бубновский любую боль в спине называет остеохондрозом. Но почему-то сам профессор Жарков ему на этот счет никаких замечаний не делал и претензий не предъявлял. Хотя они были с авторами книги, посвященной лечению боли в спине. Это боли в спине. Оно имело разные названия в течение развития человечества. От радикулита до остеохондроза сейчас появился новый термин грыжи позвоночника, протрузии позвоночника, сужение позвоночного канала. Это все масло масляное. Боли в спине это остеохондроз. Но в качестве примера. Часто радикулопатии встречаются на фоне посттравматических грыж. И никакого отношения к остеохондрозу они не имеют. Спонтанная резорпция грыж и исчезновение радикулярных симптомов в среднем за 6 недель послужила питательной почвой для расцвета различных шарлатанских клиник и центров кинезитерапии, которые якобы излечивают от остеохондроза. О том, что термином остеохондроз злоупотребляют, как неврологи, так и особенно терапевты, писал еще по-пелянски. Эрдес снова садится в лужу. Пишет. А где же столь любимый отечественными врачами, в основном неврологами остеохондроз, то есть диагноз, который обычно ставят в поликлиниках большинству больных с синдромом боли в нижней части спины. Попытка отыскать этот диагноз в 6 статистическом классе МКБ 10 болезней нервной системы оказывается безуспешной. Такого термина там нет. Обратил на себя внимание факт, что этот диагноз кодировался статистиками либо как спондилез и связанное с ним состояние, либо как болезни межпозвонковых дисков. Причем сам же Эрдес и подтвердил, что статистики действовали в нужном направлении. Остеохондроз как раз и является дегенеративным заболеванием диска. Также Эрдес подтверждает правоту статистиков в другом абзаце, посвященном кодированию люмболгии мышечно-связочной природы. Причем, как указано в комментарии, критерием исключения из данной статистической рубрики для всех названных болевых синдромов, являются поражения смещения межпозвонкового диска и спондилез. Этим подчеркивается возможность появления боли в спине без морфологического субстрата, то есть без видимых изменений в самом позвоночнике. Статистики правы, потому что при остеохондрозе морфологический субстрат не просто видим, он гипертрофирован. Ситуацию с постановкой правильного диагноза с одновременным соответствием МКБ-10 пытались как-то урегулировать, но, увы, безуспешно. Эрдес пишет, в практике отечественной медицины также подчеркивается, что формулировка диагноза не должна строиться на основе этиологии возникшего нарушения, а призвана отражать конкретное состояние заболевания, приведшего больного к врачу или явившейся причиной госпитализации. В качестве неправильной формулировки диагноза в письме приводится пример дорсопатия, остеохондроз поясничного отдела позвоночника и шиолгия, люмболизация. Правильный диагноз в данном случае должен звучать так, люмбага с ишиасом на фоне остеохондроза поясничного отдела позвоночника, люмболизация, код М54-4, под вопросом. Эрдес привел отрывок из информационно-методического письма за 2002 год и угодил в яму, которую борцы с остеохондрозом вырыли для Папелянского и его коллег. Напомню примеры формулировки диагнозов согласно Папелянскому. Поставите ролик на паузу и внимательно ознакомитесь. Как мы видим, никакого диагноза остеохондроз позвоночника нет, как и распространенного остеохондроза. Это исключительно инициатива терапевтов и неврологов на местах, так что к Папелянскому никаких претензий на данный счет быть не должно. Другими словами, не нужно с больной головы перекладывать на здоровую. В монографии 2003 года мы видим, что Папелянский термин остеохондроз уже ставит на первое место, что можно было бы трактовать как отход от своих же рекомендаций. На самом деле это не совсем так. Прежде всего это связано с тем, что мануальные терапевты массово начали именовать себя вертиброневрологами и якобы излечивать пациентов от остеохондроза мануальными методами. Папелянский очень скептически относился к мануальным методам лечения остеохондроза и подчеркивал, что банальное деблокирование суставов или постизометрическая релаксация не являются патогенетическим лечением дегенеративных заболеваний. Поэтому в диагнозе остеохондроз начал вынужденно ставить на первое место, тем самым подчеркивая, что межпозвонковый диск поражен дегенеративной болезнью и никакая манипуляция от заболевания не излечит. Тем более нужно учитывать тот факт, что остеохондроз сопровождается нестабильностью, причем преимущественно ротационной нестабильностью. А манипуляции по разблокированию суставов как раз и выполняются в ротационной технике, что может усугубить течение основной патологии остеохондроза позвоночника. Это же касается и тракционных методов лечения. Позвоночно-двигательный сегмент разболтан и мышечно-тоническое шинирование является необходимым условием компенсации заболевания. И не нужно любыми методами добиваться увеличения подвижности в пораженном сегменте. Поэтому вынос термина остеохондроз в начало диагноза является предостережением, а не простой констатацией факта дегенеративного заболевания диска. Эрдесу не понравилось, что в письме прозвучала формулировка Люмбагас и Шиасом на фоне остеохондроза поясничного отдела позвоночника. И он пишет, что таким образом даже авторы этого методического письма находились под гипнотическим влиянием парадигмы отечественного остеохондроза. Люмбагас и Шиасом может быть и на фоне посттравматической грыжи, также на фоне спондилоартроза, также на фоне синавиальной кисты межпозвонкового сустава, на фоне узкого латерального кармана, да на фоне чего угодно. В 20% и Шиас вообще вызван так называемым химическим радикулитом без давления корешков. Также Люмбагас и Шиасом может быть и на фоне остеохондроза, причем токсичность грыжи дегенерированного диска в разы выше, чем у обычной посттравматической грыжи. При спондилезе также встречаются грыжи со сдавлением корешков, и при этом Люмбайшиалгея может не развиваться. В зависимости от того, что стало причиной этого самого Люмбагас и Шиасом, будет зависеть алгоритм дальнейшего лечения и реабилитации. Собственно, предложение Эрдеса. Термин остеохондроз может быть сохранен для обозначения стадийных морфологических изменений в межпозвонковых дисках, обычно существующих бессимптомно и выявляемых рентгенологически. Хочу напомнить Эрдесу и всем другим, что для обозначения возрастных инвалютивных дистрофических бессимптомных процессов давно используется термин спондилез. Среди причин боли в спине межпозвонковый остеохондроз занимает порядка 25%. При этом причиной хронической боли в спине является примерно в 50% случаев. На данный момент лечение межпозвонкового остеохондроза еще не разработано, но профилактика и правильная реабилитация, по мнению Папелянского, позволяют значительно уменьшить количество рецидивов заболевания и смягчить тяжесть страдания пациента. Но это в том случае, если признать наличие такого заболевания. А рано или поздно его наличие придется признавать, поскольку в новом международном классификаторе болезни 11-го пересмотра внесен раздел дегенеративное заболевание диска, что является синонимом межпозвонкового остеохондроза. Эрдес ставил перед собой задачу, чтобы врачи разговаривали на одном языке и однозначно понимали суть используемых терминов. В помощь Эрдесу приведу примеры использования терминов межпозвонковый остеохондроз или просто остеохондроз в зарубежной практике за период от 1944 года по 2022. Так, первая статья о распространенности остеохондроза датского специалиста за 1944 год. Вторая статья швейцарских специалистов за 1979 год посвящена эрозивному межпозвонковому остеохондрозу поясничного отдела позвоночника. Дальше статья американских специалистов за 1981 год посвящена вакуум-феномену анатомическое исследование и обзор. Так, статья американских специалистов за 1984 год посвящена дегенеративным заболеваниям позвоночника. Статья немецких специалистов за 1996 год посвящена эрозивному межпозвонковому остеохондрозу как деструктивной форме межпозвонкового остеохондроза. Статья немецкого автора за 1997 год посвящена анатомии и патологии стареющего позвоночника. Так, статья немецких авторов за 2001 год роль совокупной физической нагрузки в заболевании поясничного отдела позвоночника. Факторы риска развития поясничного остеохондроза и спондилеза связанные с хроническими жалобами. Ну, приведу пару выводов немецких специалистов. В исследовании случая контроль было обнаружено, что остеохондрозы или спондилез связанные с хроническими жалобами связаны с подъемом или переноской тяжести и рабочими позами с чрезмерным наклоном вперед. Также мы обнаружили четкую дозозависимую зависимость между кумулятивной физической нагрузкой и диагнозом симптоматического остеохондроза или спондилеза поясничного отдела позвоночника с большими отношениями шансов для категорий, обследованных с высоким значением воздействия. Также профилактика заболеваний поясничного отдела позвоночника должна учитывать возможность того, что даже умеренная нагрузка на поясничный отдел позвоночника может способствовать развитию заболевания поясничного отдела позвоночника в случаях длительного воздействия. Следующая статья Пьера Милета, канадского специалиста, соавтора международной классификации патологии диска. Милет пишет, рентгенологам предлагается проводить различия между деформирующим спондилезом, нормальным старением и межпозвонковым остеохондрозом, патологической дегенерацией, используя описанные мною критерии, но это не является обязательным. А если вы не боитесь выделиться из толпы, то можете присоединиться к нам с Гарри Фарфаном и оспаривать, что дегенеративного заболевания диска не существует. Так, статья 2003 года немецких специалистов, профессиональные факторы риска симптоматической грыжи поясничного отдела позвоночника, исследование, случай, контроль. Но основные тезисы, в то время как кумулятивное воздействие перемещения, поднятия тяжестей, по-видимому, играет этиологическую роль в возникновении симптоматической грыжи диска, связанной со стеохондрозом, спондилезом. Оно, по-видимому, имеет ограниченное этиологическое значение для возникновения изолированной грыжи диска поясничного отдела позвоночника. Чрезмерный наклон вперед, по-видимому, играет потенциальную роль в обоих патогенных состояниях. Следующая статья 2007 года. Дегенеративная болезнь диска поясничного отдела позвоночника. Ну, это Майкла Модика и Джеффри Росса. Майкл Модик, автор одноименной классификации по Модику. Авторы пишут, что научные исследования предполагают, что деформирующий спондилез является следствием нормального старения, в то время как межпозвонковый остеохондроз, также иногда называемый изношенным диском, является результатом явно патологического, но не обязательно симптоматического процесса. Так, дальше презентация норвежского семинара по радиологии за 2007 год. Так, вот бельгийское руководство по визуализации 2007 года. Так, дальше. Американская статья. Текущее состояние визуализации межпозвонкового диска за 2007 год. Так, финское учебное пособие по МРТ 2009 года. Так, статья турецких авторов за 2009 год. Надежность диффузионно-взвешенной МРТ в дифференциации дегенеративных и инфекционных изменений замыкательной пластинки. Так, статья испанских авторов за 2010 год. Обзорная рентгенография в исследовании боли в позвоночнике. Авторы пишут, что дегенерация диска подразделяется на следующие две категории. Деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз. Так, статья испанцев за 2010 год. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография при болях в позвоночнике. Вклады противоречия. Так, статья немецких авторов за 2011 год. Корреляция между вакуумом-феноменом на КТ и жидкостью на МРТ при дегенерации дисков. Так, статья американских авторов за 2012 год. Визуализация возрастных изменений, межпозвоночных дисков, грыжи, корешковых болей. А. Нормальное старение, деформирующий спондилез. И. Б. Патологическая дегенерация, остеохондроз. Ну, пишут, 32 года, пациенту инвалидизирующая боль. Статья 2012 года, польских авторов, визуализация дегенеративных заболеваний позвоночника, современное состояние. Так, статья немецких авторов за 2014 год. Основные аспекты магнитно-резонансной визуализации дегенеративного заболевания дисков. Американское клиническое руководство за 2015 год. Так, статья корейских авторов за 2016 год. Результаты магнитно-резонансной томографии раннего спондилодисцита, проблемы интерпретации и нетипичные находки. Авторы пишут, что эрозивный межпозвонковый остеохондроз, который был определен как агрессивная дегенерация диска с обширными эрозиями замыкательных пластин тел позвонков, может имитировать инфекционный спондилодисцит. Однако МР признаки вакуум-феномена, Т2 гипоинтенсивный сигнал диска, лентовидный субхондральный отек, скопление жира или костного склероза, а также отсутствие эпидуральных или паравертебральных воспалительных изменений, чаще встречаются при межпозвонковом остеохондрозе, чем при инфекции. Так, статья итальянских авторов за 2018 год, магнитно-резонансная томография при дегенеративных заболеваниях поясничного отдела позвоночника, методика насыщения жирами и контрастным веществом. Так, статья 2018 года, авторы Китая, Испания, Бразилия, осознанная адекватная визуализация для лечения боли в пояснице, описательный обзор. Так, статья 2020 года, испанских и китайских авторов, роль рентгенографии в изучении заболеваний позвоночника. Авторы указывают, что остеохондроз позвоночника выявляется у 19% бессимптомных. Так, статья 2021 года, швейцарских авторов, заболевания позвоночника, имитирующие инфекцию. Так, статья турецких авторов за 2022 год, пояснично-крестцовый переходный позвонок. Так, ускоряет ли он дегенерацию замыкательной пластинки? Как мы видим, широко употребляется не только термин межпозвонковый остеохондроз, но и сокращенная форма, остеохондроз. Причем речь идет не о хондропатиях, а именно о дегенеративном заболевании межпозвонкового диска.